Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представляю историю одного шедевра «Медный всадник» Этьена Фальконе. В августе 1782 года над хладным берегом небы взвился на дыбы бронзовый конь с бронзовым императором в седле. Матушка Екатерина, желавшая ненавязчиво обозначить свое величие, приказала на постаменте указать Петру Первому Екатерина Вторая, читая от ученика учителю. Одежда на Петре простая и легкая. Вместо богатого седла – шкура, что по задумке символизирует дикую нацию, цивилизованную государем. Для постамента громадная скала в форме волны, что с одной стороны говорило о трудностях, с другой – о морских победах. Змея под ногами вздыбленного коня изображала враждебные силы. Фигура Петра должна по задумке выражать сочетание мыслей и силы, единства движения и покоя. Екатерина считала, что Петр Первый в римской одежде должен сидеть на коне со скипетром или жезлом в руке. Фальканэ же задумал совсем иное. Мой царь не держит никакого жезла. Он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемую им страной. Он поднимается наверх скалы, служащей ему пьедесталом. Идея памятника Петру родилась в голове Екатерины под влиянием ее друга-философа Дэнни Дидро. Он же посоветовал и Этьена Фальканэ. В нем бездна тонкого вкуса, ума и деликатности. И вместе с тем он неотесан, суров, ни во что не верит, корости не знает. Для создания гипсовой модели Фальканэ позировал гвардейский офицер, который ставил лошадь на дыбы. Так продолжалось по несколько часов в день. Кони для работы были взяты из императорских конюшен, скакуны бриллиант и каприз. Гипсовую модель лепили всем миром. Коня и всадника сам Этьен Фальканэ, голову его ученица Мари-Ан-Кало, змею, русский мастер Федор Гордеев. Когда модель была закончена и утверждена, встал вопрос об отливке. Фальканэ до того ни разу подобным не занимался, поэтому настаивал на том, чтобы из Франции вызвали специалистов. Французский летейщик Бенуа Эрсман и трое подмастерьев приехали в Петербург не то что со своими инструментами, но даже со своими песком и глиной. Мало ли, вдруг в дикой России не найдется правильного сырья. Но это не помогло ему выполнить заказ. Обстановка накалялась, сроки поджимали, Фальканэ нервничал, Екатерина была недовольна. Нашли русских смельчаков. Отливка памятника продолжалась почти десять лет. Сам Фальканэ не застал завершение работы. В 1778 году он должен был уехать на родину. На торжественное открытие скульптора не пригласили. Постамент представляет не меньшее по силе произведение, правда, уже выполненное природой. Прозванный гром камнем, он был найден недалеко от деревни Конная Лахта. Ныне это район Санкт-Петербурга. Котлован, образовавшийся после извлечения породы из земли, стал прудом, который существует и сегодня. Камень искали по объявлению, опубликовав в газете обращение к частным лицам. Нужный образец, весом в 2000 тонн, длиной 13 метров, высотой 8 метров и шириной 6 метров, нашел крестьянин Семен Вишняков, который поставлял строительный камень в Петербург. По легенде, порода откололась от гранитной скалы после удара молнии. Отсюда и название «Гром камень». Самым сложным было доставить камень до Сенатской площади. Будущий постамент должен был преодолеть 8 километров. Операцию проводили всю зиму 1769-1770 года. Камень привезли на берег Финского залива. Там для его погрузки соорудили специальную пристань. Специальное судно, построенное по уникальным чертежам, притопили и посадили на предварительно вбитые сваи, после чего камень сдвинули с берега на корабль. Та же операция в обратном порядке была повторена на Сенатской площади. За транспортировкой наблюдал весь Петербург, от мала до велика. Пока «Гром камень» везли, его обтесывали, придавая ему дикий вид. Вскоре после установки вокруг памятника начали плодиться городские легенды и страшилки. По одной из них, пока медный всадник стоит на своем месте, городу нечего опасаться. Пришло это из сна некоего майора во время Отечественной войны 1812 года. Ночной кошмар вояки передали императору Александру I, который как раз отдал приказ о вывозе памятника в Вологодскую губернию для спасения от приближающихся французов. Но после таких пророчеств, конечно, приказ был отменен. Призрак медного всадника якобы видел и Павел I во время одной из вечерних прогулок. Причем произошло это еще до установки монумента. Будущий император сам рассказывал, что на Сенатской площади видел призрак с лицом Петра, который возвестил, что скоро они вновь встретятся на том же месте. Через некоторое время, 7 августа 1782 года, памятник был открыт. Друзья мои, я думаю, что когда вы приедете в Санкт-Петербург, вы обязательно увидите этот памятник Петру I, который называется Медный всадник, и вы его внимательно будете рассматривать и уже посмотрите совсем на него другими глазами, вспомнив эту легенду. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok